Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт» программы «Влияние». И я имею честь представить своего друга, пастора Юрия Коновалова в Днепропетровск. Спасибо, Юрий Михайлович. Ты для нас таким родным стал, пастор? Вы тоже. Как будто мы с тобой и не расставались. Да, духовное родство в теле Христова. В неделю прошло, как тебе престольный град Сакрамента? Очень впечатлен. На самом деле здесь очень много встретил хороших, настоящих верующих людей. И действительно было прекрасное время. Ты служил в ряде церквей. Да, был в пяти церквях. И наист Косты также был неделю назад. Да, и замечательная атмосфера. Ну, как бы, действительно есть Божья милость и благодать над этим городом, над людьми, конечно. Потому что Богу самое главное – это человеческие души. И слава Богу, что так много церквей и много горящих церквей. Это всегда очень радостно, что есть будущее. Если есть настоящие, горящие, пламенеющие сердца Божьих служителей, это значит, у этого города есть судьба и есть будущее. Ну, я, пастырь, так добавляю обычно, что всегда должно быть место для роста. Конечно. Хорошо, что мы такие уже хорошие, как ты говоришь. Должно быть место. Если мы ограничиваем и прекращается быть место для роста, значит, это уже плохо. Конечно. Тебя пастыря не обижали? Нет. Нет, да. Очень хорошие люди, благословенные. И молюсь за них, знаю, как бы, их, может быть, какие-то внутренние проблемы. И уезжаю завтра к себе домой с обещанием, что будем молиться. Они молятся за нас. И я слышал это многое собственными ушами, да, молитвы за Украину, за ситуацию, в которой сегодня оказалась наша страна. И я знаю, что эти молитвы накапливаются на небесах, и однажды придет эта божественная развязка. И уезжаю с тем, что будем молиться сегодня на Украине уже за славянскую Америку. Потому что здесь также есть свои трудности, которые можно преодолеть силой возлюбившего нас Господа. Несомненно. Друзья, служение пастыря Юрия Коновалова – это служение церкви «Дверь в небо». И транслируется на телеканале, вы можете видеть, смотреть. А также регулярно идут репортажи относительно ваших проектов и социальных, и духовных, и церковных. Стараемся. Да, то есть ежедневно практически. Анна Блоха, она не забывает нас. Да. Она молодец. Очень. Она молодец, она благословенный служитель, да. Я знакомился с ними. Поэтому, пастырь Юрий, такая тема сегодня, она будет интересна. Тема о характере. Характер христианина, характер служителя. Что это такое? С чем его едят? Насколько важно иметь хороший характер? Говорят, у него хороший характер. А другие говорят, у него плохой характер. А третьи говорят, сносный. То есть терпеть можно. Терпимый. Терпимый, да. Можно вытерпеть. Поэтому с точки зрения Писания мы знаем, что характер играет огромную роль. И в вопросе духовного становления, успеха духовного, взросления духовного. И во всех аспектах. И в вопросе успеха в служении. Ну и в личной жизни. То есть характер это что-то. Без чего нельзя обойтись. Я не помню, но однажды я слышал перевод слова характер. Характер, один служитель, знаете, Рик Реннер такой, пастор из Москвы, американец, работает в России. Он говорил, что характер в переводе с греческого означает чеканка. То есть чеканка, которую выбивают на либо металлической какой-то основе, либо на каких-то каменных скрижалях или каких-то каменной основе. То есть и по сути на самом деле вот характер это то, что формируется. Вот мы рождаемся в этот мир как бы с чистым листом. Но в процессе, в процессе каждый этап за этапом, сезон за сезоном, с помощью каких-то обстоятельств выгравировываются какие-то привычки, какие-то наши ценности, приоритеты в жизни. И потом они как бы создают, наверное, общий пейзаж, да, вот как штрих за штрихом, получается какая-то картинка. Вот почему Соломон часто говорит, что доброе имя дороже серебра и золота. То есть доброе имя это по сути сформировавшийся позитивный характер человека, который является как бы своей визитной карточкой, да, или бизнес-картой его жизни, его служения. И вот я помню, когда я пришел с армии в 88 году и попал в трудовой коллектив, устроился на завод, и было 20 лет, я только вот начинал свою жизнь. Я попал в среду трудового коллектива, я помню, бригадир как-то мне наедине в первые дни говорит, Юрий, не пытайся делать неправильные вещи. То есть говорит, я тебе хочу дать мудрый совет, сформируй свое доброе имя, или как языком еще светским, да, авторитет. Если ты заработаешь авторитет, однажды авторитет будет работать на тебя. Представляете, я такое наставление как бы получил в 20 лет. И я, знаете, что начал делать? Я начал реально применять. То есть, если нужно было остаться после работы, да, я говорил, хорошо, без проблем, я, ну, надо, значит, надо. Если нужно было выйти там в субботу, к примеру, да, пятидневка, в субботу нужно было план срочно. Я говорю, хорошо, если на меня рассчитывают, я могу как-то помочь. Я брал на себя дополнительную работу, ну, все, что меня просили, я делал. И знаете, что интересно? Через какое-то время, может быть, через пару лет, когда была возможность получить прибыль, да, вот, участку, где я работал, и были деньги свободные для премии, знаете, что делали мне? Они всегда мне давали премию. Мне так было радостно, что меня поощряют. Но я где-то понимал, это не просто из-за того, что вот, как бы, счастливый лотерейный билет или птица счастья прилетела и принесла мне вот это повышение по работе на такой служебной лестнице. Нет, это был результат. То есть, существует причина-следственная связь. И вот характер, он является очень важным основанием для жизни, как в служении, как в повседневной жизни, как на работе, да. Если люди увидят, что у нас доброе имя, и мы работаем над своим авторитетом в глазах Бога и людей, однажды этот авторитет будет работать на нас. Я в этом убежден, я сотни раз, как бы, видел, как это откровение действовало в моей жизни. Насколько правдиво утверждение? Ты работаешь на свой авторитет до сорока, а после сорока авторитет работает на тебя. Ну, я не знаю насчет конкретных цифр, там, сорок, тридцать, наверное, у каждого может быть по-разному. Но я говорю сегодня какой-то фундаментальный принцип. Потому что характер, он действительно будет помогать человеку в разных, ну, знаете, вот как грязь никогда не пристанет к чистому, да, человеку. Потому что даже если его будет клеветать, даже если на него будут говорить какие-то гадости, люди, которые скажут, не-не, мы его знаем лично, мы с этим человеком соприкоснулись. Где-то, может, в бизнесе, да, он с нами поступил благочестиво, он сдачу отдал, когда мы даже, ну, знаете, бывают разные вещи там. И вот такие вот вещи, они как бы формируют характер и наш имидж в глазах Бога, конечно, и в глазах этого мира. Поэтому часто люди хотят быстро что-то делать для Бога, но Богу ценен характер человека. Почему так много мест священного писания, особенно вот послания Павла к Тимофею и к Титу. Это два молодых человека, которые начинали свою жизненную карьеру в Боге. И в этих посланиях я всегда рекомендую лидерам, начинающим служить Богу, очень много наставлений людям, которые вот как бы начинают только первые шаги делать в служении. И он здесь наставляет, он говорит, что ценно в глазах Бога, что ценно в глазах людей, которые окружают там Тимофея. Он говорит, не смотри на юность свою, не смотри на какие-то такие второстепенные вещи, формируй свой характер. Он часто говорит и Титу, и Тимофею. Я рекомендую, если вы никогда не обращали внимания, вот посмотрите, здесь как бы эти два послания апостола Павла, они как бы формируют характер молодых служителей. Потому что и Тит, и Тимофей, это как духовные сыновья апостола, и он, имея опыт, он как бы дает мудрейшие советы. На что обращать внимание, на что акцентировать, что разделить как второстепенное и не трогать, да, там какое-то мнение о возрасте, там, или человеческие какие-то мнения. Он говорит, нет, кто епископства желает, доброго дела же, но епископ должен быть. И там идет целый перечень конкретных советов, которые сработали в жизни самого апостола Павла. Поэтому он теперь делится опытом с молодыми служителями, Тимофеем, Титом. И мне эти послания очень нравятся, потому что они действительно формируют общее понятие о характере Божьего человека, который призван служить Господу и как бы представляет интересы Царства Божьего на этой земле. То есть по отношениям с нами у людей сформироваются вообще отношения о нашем Боге, понимаете? То есть христианин или служитель может быть как рекламой Бога, так и антирекламой. Потому что люди не видят Бога, который где-то там, для них непонятно где, но они соприкасаются с нами. Они приходят в нашу церковь, они с пасторами, да, имеют какие-то отношения. И по отношению с человеком формируется вообще мировоззрение относительно Бога. Поэтому характер, это очень важно, что должно быть в наших сердцах. То есть он вырабатываем. Сто процентов. Обязательно он вырабатываем. Чеканка. Мы не получаем характер, практически в утробе матери характер не зарождается. Нет, нет, нет. Вместе с зародышем там не формируется. То есть характер формируется, там жизнь формируется, но характер формируется в процессе жизни. Конечно, я считаю так. И я так понимаю, хотя по большому счету уже, наверное, в зрелом возрасте, а если мы говорим за жизнь христианина, это в зрелом духовном возрасте, мы, скажем, обретаем уже себя как личность. То есть мы обретаем себя и в нашем характере более-менее. Есть вариации, но то, что ты заполучил в процессе воспитания, когда тебя дисциплинируют родители, дисциплинирует школа, хорошо, если дисциплинируют. Церковь. Церковь, совершенно верно. То есть если общество дисциплинирует. А тут нюансы такие, как и уважение к старшим. Конечно. Это... Пятая заповедь. Пятая заповедь. Это родители. Это старшие. Это уважение, это взаимопонимание. То есть это и правильное отношение к окружающим, уважительное отношение к старшим себя и прочее. То есть это формирует. И что интересно, в размышлении над этой темой, есть интересное очень место даже относительно Иисуса Христа, который вырабатывал характер. Дело в том, что Иисус Христос в своей жизни, в зрелом возрасте и в отрочестве, и в детском возрасте, характер его не шлифовался. Ему не надо было шлифовать характер. У него греха не было. Мы в процессе нашей повседневной жизни, наш характер шлифуется. То есть это интересное слово, интересный термин, чтобы подобрать к нашей тематике. Когда мы шлифуем, вырабатывается в процессе наших взаимоотношений. Муж с женой шлифуется характер. Потом родители и дети. Дети, родители, в церкви, служители, потом прихожане, потом сослужители тоже шлифуем. Почему? Бог поставил нас в зависимость, друг, как другу обязательно, дабы формировать наш характер. Дабы сделать из нас что-то такое ценное, как ты говоришь. То, что окружающие глядя скажут, это действительно образ Христа, образ Божий. Так вот, говоря об Иисусе Христе, это знаменитая пятая глава евреям апостола Павла, восьмой стих. Хотя он и сын, написано об Иисусе Христе, однако страданиями навык послушания. Вот это слово навык, это говорит о привычке. Вот, некто сказал, что посеешь привычку, пожнешь характер. То есть, формируется наш характер в процессе формирования наших привычек. С одной привычки, положительная привычка, переходя с одного качества под позитиво в другое качество, в третье. То есть, мы возрастаем. И получается, что Иисус Христос, он послушанию навык в процессе своих привычек. Вот, что интересно. Даже сам Божий Сын, даже сам Божий Сын, он обретал послушание в процессе привычек. Вот, что интересно. Ну, кто-то, я не знаю, насколько это истинное высказывание, но я слышал такое, что привычка вообще формируется в жизни человека на протяжении 30 дней. То есть, если вот взяться за что-то конкретно и в протяжении 30 дней делать, например, с утра начать привыкать читать Библию. Просыпаешься раньше, там, за полчаса, за час до того, как идешь на работу, читаешь Слово Божье, молишься. То есть, если это не будет вот так одноразово, а в процессе 30 как минимум дней, то это сформирует твою привычку. То есть, после того, как ты уже, ну, как бы приучился раньше вставать и уделять приоритетным вещам первостепенное, как бы, первостепенное время свое, то через 30 дней ты обнаружишь, что ты уже без этого не можешь обойтись. То есть, это уже становится твоей привычкой, и это уже в процессе становится, как бы, частью твоего характера. Точно так, и в негатив мы можем перенести, плоскость негатива. 100%. Когда говорят, привычка курить, привычка пить, то есть, а привычка... Вредная привычка. Вредная привычка. А, к сожалению, такие привычки, они перерастают в зависимость за тем, к сожалению. Да, в рабство. В рабство, совершенно верно. Но в позитив, когда мы говорим в позитив, действительно, ребенка, наверное, учим мы с ранних лет зубы чистить. И мама, любящая своей рукой, показывает, рассказывает, отец даже может шлепнуть нежно, с тем, чтобы ребенок формировал свое отношение к каким-то вещам. Гигиене. Гигиене, да, совершенно верно. И вот смотри, затем 14 стих, той же самой 5 главы. Твердая же пища свойственно совершенным. Каким образом мы становимся совершенными? Не происходит процесс совершенства, мы не заполучаем совершенство через ночь, как мы говорим, overnight. Ты лег несовершенным, проснулся другим, совершенным. Твердая же пища свойственно совершенным, апостол Павел говорит, и запятая, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Чувства навыкам, то есть привычкой, то есть привычкой приучены к развлечению добра и зла. То есть, действительно, это процесс. И это процесс не одного дня. Это процесс может быть всей жизни. Сто процентов. Ну, наверное, даже может быть не всей жизни, а до тех пор, пока человек действительно не сформирует свой характер, свое отношение. Ну вот, интересно, я хотел бы вот эту мысль чуть-чуть как бы возобновить, которую вы читали, да, что именно страданиями навык послушания. Что такое страдания? Страдания – это какое-то особое время или какие-то условия, при которых очень легко что-то изменить. Вот, знаете, вот как есть такая ковка металла. Для того, чтобы взять этот пруд и согнуть вот такой формой, например, сделать какой-то забор там или калитку. Извояние. Извояние, да, что-то такое, какой-то искусственный шедевр такой ковки. Нужно сначала расплавить металл. То есть, нужно его поместить в страшные температурные условия, при которых металл закалится в такой степени, что он будет более послушен. И потом, как кузнец работает, он берет молот, кладет на наковальню, это тоже так. И получается, этот металл между молотом и наковальней. И ударяя, ударяя, значит, как удары судьбы часто говорят, ударяя, ударяя в одно и то же место. Мудрый кузнец, да, он как бы по определенному шаблону, я просто видел это в кузнице, как работали кузнецы. Мне так было интересно, потому что я смотрел на вот это рукоделие мастера, я понимал, что где-то, похоже, что-то делает Бог с нами. Раскаляет в определенных стесленных условиях, да. И когда вот мы становимся горячим, разогревшимся металлом, наше сердце, наша жизнь, то какими-то обстоятельствами Господь уже как бы видоизменяет что-то внутри нас, потому что это внутренняя перековка наша. Но страдания это условия, то есть без страданий очень тяжело. Ну как по холодному металлу можно бить столько раз, и может даже молоток разлететься, если есть такая, знаете, твердыня. А я говорю, я не буду, а я говорю, я не буду. Но как только условия меняются, как только какие-то испытания приходят в жизнь, да, ну я не знаю, не хочу как бы негативно, ну просто, да, вот человек, который, например, заболевает, да, вот на пустом месте, был здоровый, здоровый, потом бах, какой-то диагноз страшный. Посмотрите, что происходит. Эти испытания, они как бы полностью переформатируют жизненные приоритеты. То есть как бы человек был там полностью работоголиком, к примеру, да, там на трех работах работал, хотел все деньги мира заработать. Но как только у него появился какой-то диагноз, который ударил по его здоровью, он сказал, оау, а для кого я буду работать, как мудрый Соломон говорит, кому достанется все мое имение, кому, глупому сыну или мудрому, то есть начинает смотреть дальше, чем сегодняшний день. И вот именно испытания, они ценны в том, что в этот момент Бог может изменить нашу жизнь до неузнаваемости. Пастор, что интересно, что кузнец видит конечный результат. Конечно. И только кузнец видит, глядя со стороны, мы можем думать, что он творит-то? А как из этой, как ты говоришь, бесформенной, безжизненной, такой некрасивой массы получится красивый продукт? Сто процентов. И что интересно, что только Бог видит конечный результат. Очень важно. Я однажды проповедовал на тему «Не выпрыгивай из сито». Была у меня проповедь такая. Где-то я в какой-то церкви получил это слово «Не выпрыгивай из сито». Когда все сатана просили, чтобы сеять вас, как пшеницу, говорил Иисус Христос Петру. Но я молился о тебе. То есть моя мысль была, когда на нашей стороне есть ходатай в лице Иисуса Христа, нам больше никого не надо. Аминь. Никакого, никакой человеческой помощи. Слово будет сказано не в обиду Деве Марии. Слава Господу за Деву Марию, которую некоторые признают ходатай. Ходатай Матери Божией. Но самым лучшим ходатаем является личность Иисуса Христа. Сто процентов. И так вот, когда мы находимся в этом сите, то у нас есть несколько реакций на сито, когда мы попадаем в сито. Одна из реакций – это побыстрее выпрыгнуть оттуда. Побыстрее, да. И я вспоминал, мама у нас на Западной Украине, где мы жили перед выездом в Америку, я жил, и на стене у нас висела сито. Такой маленькая, и мама просеивала муку. Вкусные пироги, мама прикла. Запах у меня стоит по сегодняшний день. Вау. 45 лет спустя. Вау. Так вот, я помню, как мама это сито просеивала. Просеивала, да. И мама использовала маленькое сито. Но евреи, они имели сито. Вот видите, этот стол в диаметре сколько? Метр, да? Примерно, да. Да. Евреи, это история говорит, они имели 5-метровое, 6-метровое сито, которое держали 6-7 человек. И туда много насыпали, и они просеивали. Там пшеницу, другие злаки просеивали. То есть, каждый имеет свое сито. Мое сито это не твое сито, а твое сито это не мое сито. Аминь. В ячеек, да? Совершенно верно. Вот, если Господь хочет, если Бог хочет тебе больше дать, сито будет больше. Да, 100%. Несомненно. И поэтому мысль какова, то есть, какова мораль нашей мысли о том, что когда Господь испытывает, помещает, как ты говоришь, тебя между молотом и наковальней, он видит конечный результат. Кем мы можем стать в процессе. Совершенно верно. Я хотел сейчас найти одно место в Писании. Не уверен, что сейчас быстро так получится. Ну, даже, может быть, и не стоит его искать. Однажды пророк зашел в дом горшечника. Да, конечно. И Бог ему начал говорить через то, что он увидел вот именно у человека, который вылепливал из глины кувшины разные сосуды. Дом горшечника. Горшечник работал, кружало, примерно такой, как может быть этот стол, может меньше, может как-то иначе выглядело. И этот горшечник брал глину, перемалывал ее, выбирал эти тонкие камешки, клал на это кружало. И там с помощью приспособления, да, вот крутящегося приспособления, которым делали в то время, да, раскручивали это кружало. Он на глазах у этого пророка вылепливал разные сосуды, да. Были сосуды для высшего употребления, какие-то вазы специальные, были такие какие-то миски, все для низшего употребления. И Бог проговорил, и Он сказал, посмотри, сын мой, вот так я поступаю с людьми. Вы знаете, вот это откровение, мы как глина, мы все одинаковы, сделаны с одного теста. То есть для того, чтобы Богу что-то из нас вылепить, как горшечнику, да, Он вынужден, первое, перемолоть, вот как, если это пшеница просеять, но если это глина, размять все камешки, все твердыни, сделать глину эластичной, есть такое слово, эластичной, послушной, рукам горшечника. Дальше, он должен, как условие, чтобы эта глина оставалась на кружалах постоянно. То есть она, кружала вращаются, глина должна быть на одном месте, для того, чтобы руки горшечника из нее что-то вылепили. То есть нельзя бегать в одно, в другое, ой, мне больно, ой, мне здесь не нравится, ой, здесь меня обидели. Это попытка убежать от самого себя. Оставайтесь на месте, куда вас Бог определил, в той поместной церкви, где вас, может быть, не понимают люди. Но через вот эти конфликтные ситуации, оказывается, Бог в ваше смирение, в ваше шлифует долготерпение. Терпение, которое перерастает в долготерпение. И главное не уйти, главное оставаться на кружалах под руками горшечника. И когда уже вылепливается руками горшечника какой-то образ, как посуда, кувшин или какая-то чаша, то этого даже недостаточно. Потому что следующий процесс, поместить эту, сначала дать ей высохнуть глине полностью, чтобы вода ушла. Какое-то, как пустыня, да, мы проходим часто в жизни пустыню, думаем, почему, Господь, почему, ведь я все правильно делал, ведь у меня все, ну, как бы я не грешу, я вот такой хороший, белый, пушистый. Зачем пустыня? Чтобы высушить всю эту ненужную воду. А после того, как сосуд высушится от воды в глине, его помещают вообще в раскаленную печь, чтобы закалить, для того, чтобы эта глина, вот как наши чаши, была способна удержать внутри жидкость. Потому что сырая глина, если туда залить жидкость какую-то, она размякнет, размокнет, и все внутреннее содержание выльется. И Бог, он мудрый, он говорит, я хочу так же поступать с домом Израиля, я хочу формировать их характер, я хочу, чтобы, несмотря на пустыню, на испытания, они оставались мне верными до, как Писание говорит, Иисус был верен отцу до смерти и смерти крестной. То есть, он был сформирован в детстве, был послушан родителям, мы написываем, да, Бог формировал его поэтапно, послушание. Пришло момент истины, 30 лет, и он вышел на служение, Иоанн Креститель говорит, да мне надо креститься от тебя. Он говорит, нет, нет, я здесь для того, чтобы исполнилась всякая правда. Если так написано обо мне, я хочу получить крещение на Иордане, чтобы после этого в силе Духа Святого вернуться из пустыни. Почему он там был 40 дней? Потому что Бог формировал его, внутренний мир. И когда он вышел уже из пустыни, он был введен Духом в пустыню, но из пустыни он вышел в силе Святого Духа. И только тогда он начал совершать чудеса. То есть до этого он, я не верю, что он, есть такое, я слышал, Евангелие от Фомы, когда Иисус был маленьким ребеночком, он там что-то лепил из глины птичек, возлагал руки, они становились живыми и улетали. Нет, Библия говорит, что первое чудо Иисус сделал в Кане Галилейской. Это первое, положил начало чудесам, которые делал Сын Божий. Но до этого 30 лет, послушайте, это огромное время, 30 лет, я думаю, что он занимался тем, что его характер формировался. Его доброе имя в семье, среди своих родственников, среди близкого и дальнего круга, они видели, что он прилежен, они видели, что он послушен, они видели, что он просто не может без Бога. Когда они пришли в 12 лет в Иерусалим, родители потеряли его, и пришли, говорит, Чадош, почему ты здесь? Он говорит, неужели вы не знаете, что мне надлежало быть в том, что принадлежит отцу моему? То есть это было, представляете, это мышление 12-летнего мальчика. Он говорит, я здесь для того, чтобы исполнить волю моего небесного отца. И вот такой степ-бай-степ формировался характер Божьего Сына. Дело в том, что интересно, что есть такой знаменитый был Микеланджело, скульптор. История говорит, что 44 сделал он потрясающих шедевров, как мы говорим, слепил скульптор. И только 14 из 44 завершены. Все остальные он не завершил. То без руки, то без ноги, то без головы. Знаменитый это Давид, знаменитый Микеланджело, одна из, если это так небольшой ликбез. Так вот, все остальные были не завершены. Он начал в 44, но завершил только 14. И вот я в размышлении, ты говорил насчет горшачника, на задворках горшачника, на задворках, где-то там, как мы говорим, в кладовке, в кладовых, лежит очень много незавершенных работ, которые в конечном итоге могли быть шедевром, правильное слово подобрал, чудом. Но по каким-то причинам, то ли огонь этот сосуд не выдержал, то ли что-то неправильное произошло, там смесь неправильная какая-то или что. То есть огня, огнем не был испытан, не выдержал огнем, треснул и прочее. Но в задумках и в планах, конечным результатом, это должен был выйти из-под рук этого горшачника или кузнеца потрясающий продукт. Да, при том каждый из них был потенциально вот этим шедевром. Большим каким-то может быть. И тут точно так, пастор Юрий, я вот так в духе чувствую, что кто-то из наших зрителей сегодня, у Бога был такой план для его жизни. И история красноречива и трагически говорит о том, в ряде случаев, когда очень хорошо начинали молодые люди, очень хорошо. Начавши духом. Начавши духом, окончили плотью. И ряд служителей, и семьи начинали, и любили друг друга, но не выдержали испытания то ли огнем, испытания еще каким-то, испытания на верность. Испытания на любовь не выдержали, испытания на послушание, на смирение, смириться надо. Дело в том, что, ты помнишь, к слову будет то, о чем ты говорил, апостол Петр говорит, и так по всему, прилагая к всему все старания. Это, кстати, формирование характера. Покажите в вере вашей. Он перечислил в добродетельный, добродетельный рассудительный, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения. В терпении благочестия, благочестия, братолюбия, братолюбия и любовь. Так вот, в терпении благочестия, в терпении, в английском варианте стоит гадленность, в терпении богоподобие. Вот в чем формируется и где формируется образ Божий. В терпении. Действительно, в чем-то надо терпеть. Даже есть такое высказывание «Бог терпел и нам велел». Совершенно верно. Потому что терпение, действительно, это как условие, это среда, в которой можно, так раскаленные вот эти меха, в которые помещают этот металл, и он должен стать красным. Потому что по-холодному невозможно ничего, ну, как бы согнуть и видоизменить. И сделать такой красивый образ. Поэтому есть такой фильм «Как закалялась сталь». Помните, да? Сталь всегда закаляется. Закаляется в раскаленных условиях. Сталь, нож, почему он становится потом таким режущим, колющим предметом. Штык, нож, кинжал. Потому что когда-то эту сталь помещают в очень огненную среду, и в результате того, что оно раскаленно и просто настолько горит, на него наносятся вот эти вот удары молота или молотка по-разному, да. И это все видоизменяется и становится настолько крепким, и потом затачивается острым и непритупляемым, что с этим оружием можно сражаться. И если этот металл будет, знаете, как на саблях раньше, если сабля была не через огонь проведенная, то удар по ней мог ее просто перебить. Перебить. Вот почему многие люди не заботились о характере. То есть они думали, ай, достаточно получить погоны служителя, да, вот там пастора там или еще что-то. Но они не заботились, что есть фундамент, без которого ни один дом не устоит. Помните Матфея 7 глава? Иисус говорит, умный человек, он заложил фундамент, его никто никогда не увидит. Но это фундамент как прообраз характера. И после того, как он сделал углубление, сделал невидимую часть своего служения, он начал возводить стены. А кто-то без фундамента сразу начал небоскреб на песке строить. До поры до времени написано, пока не пришло испытание, пока ветер не подул и вода не наперла на дом. Они стояли очень похоже, близнецы. Но один выстоял в испытаниях, потому что был основан на камне, на фундаменте. А второй рухнул, и падение сие было велико. То есть так же самое в нашей жизни. Вот мы говорим сегодня о вещах, которые как подводные камни. Характер никто не видит, но он проявляется в разных обстоятельствах. Вот это и следующий у меня вопрос был. Какие черты характера, когда мы говорим о правильных, то есть есть негатив, но есть позитив. Вот что должно быть выделяемо в нас, говорят, демонстрирует. Вот одно, другое, третье. Оно не демонстрируется так, то есть оно не броско. То есть когда мы демонстрируем свой характер, оно не броско. То есть, как ты верно подметил, это происходит в тишине, когда мы формируемся. Когда мы зреем, это происходит зачастую в тишине. И только оно проявляемо, когда мы в наших отношениях. Оно проявляемо, когда какие-то конфликтные ситуации. 100%. И тут сразу же проявляется, кто ты есть. Даже проявляется не то, что ты делаешь, но проявляется, кто ты есть вначале. А затем уже это следствие, то, что ты делаешь, это берет свое начало в том, кто ты есть вначале. Поэтому говорят, ох, как же он мог так поступить? Как же он одно, другое, третье сделать? Или своровать, или убить, или оскорбить грубо, или какое-то невежество проявить. А что удивиться-то? Там где-то уже было где-то в чем-то посеяно, уже это червяк. Все тайное становится явным. Несомненно. Смотрите, для меня лично вот очень потрясающий такой позитивный пример служения апостола Павла. Вот если мы читаем внимательно Новый Завет, по-моему, это Деяние, 8 глава, где Павел встречается лицом к лицу с Иисусом Христом. И в тот же самый момент, когда он там ослеп, Господь проговорил его в сердце, что он сделает Павла апостолом для языческих народов. То есть это первый контакт с Богом, реальный, с живым Иисусом, что ты гонишь меня, кто ты, Господи. Я Иисус, которого ты гонишь, ради которого ты, против вражна которого ты идешь. И вот знаете, с первых минут жизни апостол Павел, по сути, знает свою жизненную программу. Ты будешь апостолом для языческих народов. Но знаете, что интересно? Что он еще примерно 14 лет был простым рядовым дьяконом и служителем в антиохийской церкви. То есть Павел, имея в своем сердце откровение, что он апостол, через него Бог будет насаждать церкви по всей Азии. То есть он знал это, но он смирился. Я думаю, что вот эти 14 лет, находясь в подчинении, находясь, зная, какие погоны Бог ему приготовил генеральские, он находился в подчинении, может быть, ну, если брать по рангу военным, может быть, у сержантов, или у прапорщиков, или лейтенантов. Представляете, потенциальный генерал, он слушает какое-то время обыкновенных, старших чуть-чуть по званию людей. И сформировал характер, изменив многие вещи. Ну, во-первых, он был очень образованным человеком, да, он был учеником Гамалиила. А, по сути, те первые общины, они как бы, кто ими руководил? Пастыря, рыбаки, сборщики налогов. А тут теолог с блестящим образованием, с, я не знаю, с магистратурой, если брать современным языком, он слушает, ну, малообразованных людей, не козыряя перед ними, не пытаясь, как бы, выпечиться или руками растолкать. Да я апостол, Бог меня сделал. Он смирил себя, он сформировал характер, он сформировал доброе имя. И там, по-моему, в 13 главе уже 5 глав прошло, это мы так перелистываем, это же годы, это же события, разные сезоны. Написано, что когда они постились и молились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Павла и Варнаву для дела моего служения, которое я имею для них». И только тогда, сформировав характер, Павел начал служение Богу. У нас, к сожалению, есть такая проблема современного христианства, называется «не терпешь». Когда люди знают, Бог реально говорит, да, я хочу, чтобы ты был тем-то, тем-то, тем-то. Но они не позаботились сформировать характер и сразу в бой. Знаете, как старшеклассников бросали под танки с вилами, да, вот там, оборона Москвы. Брали старшеклассников и просто пушечное мясо защищать родину. Но, конечно, они не могли сформировать свой, как бы, потенциал. Не было ни времени, ни опыта. Естественно, когда ты сражаешься против вооруженного противника, который вооружен и очень опасен. Он профессионал, он отточил все навыки ведения боя. А ты желторотик, хлюбик, никто, как бы, да, по большому счету. То такие люди и становятся жертвами. Жертвами атак из духовного мира. Знаете, вот я 20 лет пастор. За свою жизнь я столько раз был в очень, ну, я имею в виду пасторскую жизнь, в таких обстоятельствах, что если бы в моей жизни, наверное, не было вот этого невидимого фундамента, я бы, наверное, множество раз разочаровался в людях, опустил бы руки и сказал бы, «Господь, почему так несправедливо ко мне относятся?» Ну, я знаю, что я не спешил и не рвался вперед без тех важнейших невидимых вещей, да, смирения, послушания, повиновения Богу, доверия Богу. И благодаря тому, что в моей жизни был фундамент, вот эти ветры и бури, которые налегали на мою жизнь, потому что жизнь в служении – это жизнь в постоянной невидимой духовной войне. Ты всегда на передовой, ты всегда получаешь или спереди, или в спину, или ниже пояса, или по голове. И если бы увидеть, так, духовное тело, да, оно все в шрамах. Ну, этот шрам, знаете, как после войны там, этот под Сталинградом, этот под Курском, этот где-то там под Москвой, да. Так же самое, и, знаете, то, что мне помогло в жизни и помогает до сих пор, это то, что, наверное, я как бы заботился все-таки сформировать характер, потому что это как-то сразу стало понятно мне. Потому что апостол Павел, помните, он там перечисляет, сколько раз он был и с разбойниками, и с лжебратьями, и в воде там тонул, и побивали камнями, и палками. И он не сдался, он не сдался, у него был сформирован характер. Ты знаешь, пастор, это сильное слово. Друзья мои, с пастором Юрием Коноваловым, пастор церкви Днепропетрович, Дверь Неба, мы беседуем о характере, все составляющие этого слова. Что формирует характер, каким образом мы становимся тем, кем Бог желает нас видеть, и что ведет к этому. И поэтому, пастор Юрий, зачастую это стоит, это многого стоит, когда ты и любой из служителей, да, любой из нас, когда мы выходим перед народом, когда мы перед телеобъективом, скажем, вот так, как сейчас, мы в прямом эфире, и все красиво, сзади вот все красиво, да, все здесь. Кофе кто-то приготовил, да, все здесь. Можно позавидовать. Можно, да. И все так, якобы, кто-то из наших зрителей скажет, а что им, а что им не... Жизнь состоялась. Жизнь состоялась. А это стоит колоссальных усилий. Аминь. Я знаю, чего тебе это стоит. Не спешите завидовать тем, кто на передовой. Нет, потому что для того, чтобы быть на острие, для того, чтобы не сломаться, не согнуться, и верность Богу, и друг другу сохранить, этого стоит чего-то. И за этим всем что-то стоит, за этим стоит... Цена заплачена. Большая цена. Большая. Один Бог знает. Ты знаешь тех, кто рядом. Да. И я же знаю... Самые близкие. Это семья, жена, дети. Совершенно верно. И я добавлю снова о тебе, можем сказать. Можем говорить о служении им как. Можем говорить о ряде из служителей известных, которые все-таки выдержали великий подвиг. Да. Страдание. Великий подвиг. Верность Богу сохранили. Остались тверды, непоколебимы до дня явления. Слава Богу. Аминь. И какие долины приходится. Бог шлифует и в долинах. Аминь. И выводит из долин. Хорошо, когда находясь на высотах и на горах духовных, каких-то достижений, каких-то свершившихся уже явлений в твоей жизни, в твоем служении, вот чего-то достиг, да? Когда ты даже на горе, но ты понимаешь, что ты есть. Да. Ты понимаешь, кто тебя туда поставил. Как тяжело тебе было дойти на эту позицию. Совершенно верно. И понимаешь, что Бог за всем этим стоит. Аминь. Того, что назван, скажем, духовный рост, духовно зрелость. Видимый успех. Видимый успех. Совершенно верно. Ты находишь место своему «я». И Бог наблюдает за всем этим. Бог наблюдает. Дело в том, что мы можем, как Бог формирует характер. Вот ты чуть пример привел из своего служения, когда в 30 лет я тоже стал пастором церкви. Ты даже моложе стал. В 27. Ну, видишь, я в 30. И на то время я был, знаешь, как цыпленок, вылупившийся только что из скорлупы. И формирование мое было в процессе эмиграции. Это начало... Раскаленная среда. Очень раскаленная. Потому что каждый из нас был со своим багажом. Каждый из нас. Со своим опытом духовным или отсутствием таковым. Кто-то уже зрелый, а кто-то из нас очень молодой. И надо было сохранить самое основное. И плюс к этому, Бог не добавит больше, если ты не прошел вчера. Аминь. Бог не даст тебе лучшего завтра, если ты вчера провалил. Экзамен. Обязательно. И поэтому Бог, Он выводит, Он выводит, как мы говорим, Он доливает меру своей благодати. Доливает. По мере твоего послушания, по мере твоей верности Богу. Это очень важная составляющая в черте характера служителя. Верный малым будет поставлен над большим. А если и там окажется вера? Черта верности. Черта в характере, говорят, это верный человек. Это верный человек. Когда верность служит... И вера, и верность имеют один корень. Один корень, совершенно верно. Постоянство. Это вторая составляющая. Не менее важно. Аминь. Постоянство. Постоянство. Вот что такое постоянство? Вот, к примеру, вот смотри. Твой народ, он ждет твоего слова. И я более чем уверен, потому что я много раз был в твоих сапогах. Более чем уверен, что там где-то там какой-то грин взял. А там какое-то еще что-то. А там еще. А там устал очень. А в воскресенье народ ждет слова. Аминь. И ждет свежего слова. Да, свежую маму. Свежую маму. Старая уже, значит, червивая. Не пойдет. Десять лет говорить о блудном сыне, притчу прочитаю, это не пройдет. Это на начальном этапе пройдет. Но потом на этом не проедешь долго. Или закинем сеть по правую сторону. Это тоже на этом не проедешь далеко. И поэтому приходится брать себя в руки. Точно так, как зачастую эфир мы проводим. Было ли у меня ночь спокойно сегодня? Или не было спокойно? Никого не интересует. Никого не интересует. Пастор, давай. Давай, я должен быть свежим, я должен быть бодрым, я должен улыбаться. Кислую имину прочь. Точно так вот этим самым формируется наш характер. Аминь. Этим самым и люди смотрят на тебя. Или ты сломался под бременем, под давлением, под тисками, под молотами наковальны. Или ты действительно держишь лицо как кремень и в стыде не остаешься. Да. По поводу постоянства. Даже капля воды, если она падает в одно и то же место, она может пробить целый камень, скалу. Капля воды. Сколько там веса. Но из-за постоянства, Юрий Михайлович, вы правильно говорите. Если в одно и то же место, она может пробить целую глыбу, глыбу пробить. И мы говорим верность, потому что это имеет корень вера, да. А без веры или верности Богу угодить невозможно. Так говорит книга евреям, да, 11 глава. Без веры угодить Богу невозможно. Постоянство. И вот третий фактор, который как бы с толпы, да, мы говорим, мы не успеем сегодня все охватить. Но третий составляющий вот характера, наверное, то, что черта, да, самая, наверное, одна из наиважнейших. Это терпение. Потому что терпением спасайте души ваши. Претерпевший до конца спасется. Бог терпел и нам велел, говорят в народе. Терпение это, когда ты, стиснув зубы, не ропщешь, как Иов. Жена, самый близкий человек говорит, похули Бога и умирай. Сколько можно терпеть? Да ты весь в проказе. Ты лишился бизнеса, детей, все. Бога нет. Он говорит, молчи, женщина, мать моих детей. Я верю, искупитель мой жив. Я верю, что он еще восстановит мое тело. Я увижу его славу. И на самом деле, 42 глава Иова, Бог воздал в два раза больше. Все, что было потеряно, Бог из-за терпения. Многострадальный, терпеливый Иов получил воздаяние от справедливого великого Бога. В два раза больше было. Бизнеса, детей, все умножилось. Но 40 глав терпения, испытания и верности Богу. Первая говорит о том, как все было классно. А 42 говорит о том, что стало. Но между ними эти 40 глав постоянного изменения характера и отношений. И самое интересное, мне нравится в этой 42 главе, он говорит Богу, уже молитва его, говорит, я слышал о тебе слухом. А сейчас глаза мои видят тебя. То есть, понимаете, одно дело знать Бога заочно, через книжки. Ой, Бог исцеляет. Вот, свидетельство этой сестры, той сестры. Но когда Бог тебя лично исцелит, ты уже скажешь, искупитель мой, это мой целитель. Знаете, в своей жизни я проходил неизлечимую болезнь, когда мне врачи говорили, эта болезнь не лечится. Все, извини, ты попал. И дьявол нашептывал, все, это конец твоей жизни. Но Бог явил свою славу. Я сегодня имею на руках диагноз, который говорит, он здоров, 100% здоров. Этой болезни нет. Почему? Потому что Бог, в которого мы верим, он целитель. Он верный, он никогда не опаздывает. Он всегда приходит вовремя. Верность вознаграждаема, обязательно. И не только в будущем веке, но не только в покибытии, когда мы воцаримся, но и уже в настоящей жизни. Верность вознаграждаема Богом. Вознаграждаема и видимым успехом. Если он даже не столь грандиозный успех. Если мы говорим за служение, если мы говорим за семью, если мы говорим за любую форму наших отношений в жизни друг с другом. Но она уже вознаграждаема. Люди оценивают это. Но самое важное, что Бог оценивает это. Бог оценивает, 100%. Вот почему послание Тимофея в 4 главе апостол Павел говорит, «Я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия вот сейчас настало». Но он как бы подводит итоги своей жизни. Он говорит, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь, только теперь, после того, как прошел, стал жертвой и не сдался, да, были страдания, были испытания, были разные давления в жизни. Подвиг – это результат твоего героизма. За героизм, за подвиг всегда вручают награды. Медали здесь, на земле. Но мы верим в Божью награду. Это небо, которое не распятые туда не попадают. Я верю, что распятые, распявшие плоть со страстями и похотями, распявшие гордость, распявшие свою человеческую греховную природу, они войдут тесными вратами и узким путем в небеса. Конечно, это подвиг ежедневной христианской жизни. Течение совершил, то есть он знал, что Бог от него ожидает, где он должен быть, что он должен делать. И, конечно, во всем этом, он говорит, я веру сохранил. Самое главное, что я не просто красиво начал, я красиво закончил. Веру надо хранить. Она как жемчужина, помещающаяся в руке, и на нее претендует дьявол. Он хочет украсть веру, он хочет погубить, он хочет забрать, он хочет поменять на что-то вот эту маленькую жемчужинку Царства Божьего. Но нам надо хранить нашу веру в Бога, несмотря ни на что. И как результат, есть Бог воздаяние, он говорит, только теперь Господь готовит мне венец правды, который даст мне, праведный судья, в день он и, но не только мне, но и всем возлюбившим явление его. То есть, как бы, возможность или условия одинаковы для всех, но выбор остается персонально за нами. Потому что, наверное, не существует коллективной веры, когда спрашивают, какой ты веры? Есть только персональная вера. Праведный верою своей жив будет. Понимаете? То есть, дорогие друзья, я просто хочу, чтобы вы поняли этот важный принцип, что вам надо личное отношение с Богом. В молитве, в слове, в посвящении, в послушании Богу. Потому что без веры невозможно угодить Богу. Но если вы угодите Богу, Господь говорит через уста апостола Павла, у вас будет венец славы, венец неувядаемой славы, которую Бог даст за то, что вы совершите свое служение, пройдете до конца, сохраните веру и получите ту награду, которую Бог уготовил всем нам. На этой ноте мы и закончим. Пастор, спасибо. Время неумолимо. Оно пришло к нашему завершению. Программа «Вияние час» пролетела очень быстро. Бог да благословит тебя. Спасибо, Юрий Михайлович, спасибо. Если Богу угодно, мы вскоре в Украине встретимся с тобой. С удовольствием. Приглашаю. В ближайшее время, да. Аминь. А я уже даже без приглашения. Свои месяц. Друзья, это был пастор Юрий Коновалов. Спасибо, что вы были с нами. Сейте хорошее, благословенное, правильно и праведное. Сейте доброе и вечное. Аминь. Пожнете не менее благословенно. Божественное пожнете. Поэтому Иисус Христос любит вас. Аминь. Мы также любим вас. Оставайтесь с нами на импорте. Будьте благословенны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Иисус Христос любит вас. Редактор субтитров А.Семкин